Побеждать человека посредством подачи злых бумаг, которые разрушают его судьбу, ну то есть с помощью юридических махинаций уничтожать жизнь человека, это болезнь. Например, у вас здесь есть больные люди в вашей стране. Я слышал такую историю, что ипотечный бизнес, он хитрый такой, знаете, можно хитренько написать так условия договора, что потом человек не замечает, там одна маленькая фраза, он не обращает на нее внимания, она потом всю его жизнь рушит. Я слышал, что у вас есть банкиры, которые не просто дом у человека отнимают, а потом заставляют его всю жизнь еще платить за то, что тот ему проценты не смог выполнить, что этот дом стоит меньше, чем проценты, которые он должен ему платить за те деньги, которые он еще не выплачивает, понимаете? Хотя он человеку ничего не дал, сам этот банкир. Просто с помощью махинаций финансовых он по закону имеет право отнять у него деньги. Вот это называется уже коварство. И за это человек должен отвечать перед Богом, потому что он настоящий бандит. Пускай даже он банкир там, имеет очень большое, высокое положение в обществе, он это настоящий бандит, потому что он человека мучает. Ну что тебе, хорошо, ты, допустим, он тебе должен деньги, ну возьми у него дом, взял дом, оставь его в покое, все. Не трогай его, он тебе отдал все. Зачем еще жизнь у него отнимать, жизненные силы? Что он тебе дальше должен? Ничего не должен. Все. Так должно быть честно. По честности, так надо поступать. Но если человек начинает тянуть последние силы из человека, то, чего еще нет, он требует от него денег на всю жизнь, чтобы его зарплаты вычитали. Это мошенник. Этот банкир мошенник. И он перед Богом ответит, он пойдет в такой ад, что ему там мало не покажется. Сколько он крови высосет из людей, столько он будет страдать потом. Такова жизнь. Они страдают по своей судьбе. За то, что они заработали плохую карму в прошлой жизни. Но понимаете, те, которые заставляют людей страдать таким образом, это мошенники. Они за это ответят. Я понимаю, что в этом мире много страданий. Но что делать? Такова жизнь. Здесь есть злокачественные опухоли. Это живое существо поселяется внутри, которое тебя жрет изнутри. Кого будешь обвинять? Оно живет внутри и жрет тебя изнутри. Это живое существо. Это не просто там несчастный случай какой-то. Это конкретное живое существо поселилось внутри тебя специально, чтобы тебя убить. Это злокачественная опухоль, так действует. Это живое существо. Оно имеет... Ну, все. Там душа есть тоже. Поселяется специально, чтобы убивать. Такая форма жизни. Что делать? В этом мире много такого существует. Но мы сами виноваты, что так произошло. Сами виноваты. В прошлых жизнях совершаем какие-то мерзкие поступки. И за это теперь отвечаем. Ну, что делать? Надо их, значит, как-то отрабатывать в своей судьбе. Но не факт, что надо обязательно все деньги отдавать. Если есть какая-то возможность, человек должен уйти от отдачи того долга, который является незаконным и является на самом деле просто преступлением перед ним. Не надо покрывать преступника. Надо сражаться за свои права, если ты можешь. А если не можешь, значит, живи как можешь. Бывают в стране такие законы, которые разрушают жизнь граждан. Но это не значит, что граждане должны всегда этим законам подчиняться. Они могут выставить протест свой. Объединиться в этом протесте и доказать государству, что это неправильно. Это факт. Это все зависит от граждан самих. Но если они хотят сражаться, значит, им надо выбрать. Они могут сбежать из государства. Или, если это, опять же, не повлияет плохо на их судьбу. Например, из России, я помню, сбегали в Америку люди. Начинали гонять в Россию. Они брали билетик. Без всякой визы, без всего. И в Америку. А в Америке их принимали просто и все. Куча народа убежала. Ну, не давали жить и все. А что делать? Какие варианты есть? Нет вариантов. И, ну, как бы прокатывало это. Там принимали все нормально. Понимали ситуацию. И нормально. Люди уехали и живут там. И нормально. Ничего про никаких проблем. Так можно решать ситуацию. Если ты видишь, что государство неправо по отношению к тебе. Ну, если не только ты. Если все это видят. Это факт. Вот я вам ситуацию эту привел. Ты уже все отдал. Ты ничего уже не должен. Должен отдавать еще потом всю свою жизнь. Зачем? Что отдавать? Проценты отдавать. Ну, отмени эти проценты. Ты разумный человек. Ты живешь для Бога. Ну, отмени эти проценты. Скажи их хорошо. Ты свободен. Все. Ты ничего не должен больше. Зачем мучить дальше человека? Это коварство называется. За это человек будет отвечать. В нападении на человека не соблюдать законов и правил сражения. Это болезнь. За это человек будет отвечать. Если ты шаришь в чужом гнезде, ищешь что-то в чужом гнезде, шаришь, не разбивая яйца чужие. Это болезнь. Если ты уже пользуешься чужой судьбой для чего-то, и при этом по дороге еще и разбиваешь жизнь человека, которым ты пользуешься, смотри тебе не сдобровать. Вот это как раз ипотека в этот пример. Люди зарабатывают себе тяжелейшую карму. Тяжелейшую. Знаете, я как-то анализировал карму гаишников русских. Это особая категория людей. Я их называю рыбаками. Ну, потому что очень похожий процесс. Они закидывают удочку, там маленькая удочка такая, спиннинг, полосатый такой, спиннинг, закидывают удочку, ловись рыбка большая и маленькая. Понимаете, то есть они не за порядком следят. Они просто стоят и с наглым фейсом закидывают удочку для того, чтобы просто содрать с людей деньги. У них нет других причин, зачем они там стоят. Все, никакого соблюдения правил и так далее. Как они еще это делают? Они прячутся за всякие столбы, ведут себя как настоящие рыбаки. То есть рыбак должен так вставать, чтобы не видно было. Они тут стоят, там прячутся за деревья, там за что-то, чтобы можно было, чтобы только удочку увидел кто-то и все. Удочку увидели, останавливают по закону, надо останавливаться. Рыбаки подходят и начинают рыбку ловить. И так посмотрят, и так, чтобы ее зацепить крючком как-то. Понимаете? Очень тяжелая карма. Я потому что могу видеть, что дальше в жизни этих людей происходит, какова их судьба. Невозможно позавидовать. Жизнь просто разрушена этих людей. Знаете, что они делают? Они насилие, энергию насилия в свою судьбу вводят. Ни с женой, ни с детьми, ни с родственниками. Не будет после таких денег никаких хороших отношений. Потому что в деньги, у человека это мистическая вещь, деньги. Туда входит энергия, которая потом дальше заставляет человека использовать эти деньги в каких-то направлениях. Ну и рушит таким образом ему жизнь. Если деньги грязные, то есть они созданы с помощью вот этой силы разрушительной, то никаких шансов вообще спастись. Человек ничего не может сделать. Жизнь его разрушается со страшной силой. Если он насилием, просто вымогательством занимался, даже пусть с позиции государства не имеет значения. Эти деньги ему счастья никакого не принесут вообще. Они просто путь к страданиям неимомерным в его жизни. И не только в этой жизни. И в следующей, и в послеследующей. Столько можно проблем себе заработать от того, что человек коварством добывает себе деньги. Это страшная вещь. Лучше таких денег бы и никогда не было, этих денег, чтобы так потом дальше жить. Понимаете, сколько ты страданий людям причинил, своим процессам, столько ты потом будешь страдать за это. Точно так же все. Представьте, человек в день 50, 60, 70 человек останавливает и пьет наглым образом их кровь. Ну просто потому, что ему нужны деньги от них и все. Он имеет право у них их взять. Как вы думаете, этот человек будет счастлив в жизни? Нет? Нет? Поэтому сейчас хорошо вот сделали у вас, заменили полицейских просто фотоками этими, кинокамерами. Это же все. Хочешь, чтобы шрафа не было, езди правильно и все. Все нормально. Я правильно говорю или нет? Знаете, такие люди... А вы завидуете им или нет? Честно скажите. Вы завидуете, нет? Жабу надо душить сразу. Вы только заметили и все. Я вам сейчас объясню. Понимаете, веды объясняют такую вещь, что... В этом мире, на самом деле, без Бога счастья нет вообще. Вообще нет. Но энергия счастья существует. Если человек в своей жизни, прошлой, не знаком, что такое служение Богу. И он просто делает очень много добрых дел. Просто всю жизнь делает одни добрые дела. Всю жизнь. То в следующей жизни он рождается в таких условиях и с таким интеллектом, с такими способностями, что он может заработать огромную кучу денег. Огромную просто. Понимаете? Чем больше человек в прошлой жизни делал добрых дел без Бога. Не для Бога, а просто так. Он не понимает, что это для Бога. Просто так. То он и получает потом назад тоже просто так. Проблема заключается в том, что большинство людей не знает, что с этими деньгами делать. Они покупают яхты там всякие. Думают, что это для этого предназначено. Деньги предназначены только для того, чтобы сделать людей счастливыми. Нет другой цели у денег. Если ты получаешь средства, нет другой. У тебя есть лишние средства. Некоторые люди имеют столько средств, что им хватит не на одну жизнь. Прокормить несколько жизней не только себя, но всех своих детей, родственников и так далее. Это означает, что эти деньги предназначены не для него. Эти деньги предназначены для того, чтобы строить детские дома, строить храмы, облагораживать жизнь людей, помогать им, заботиться о них и делать их жизнь счастливой. И тогда этот человек просто будет блестеть от счастья. У него счастье будет столько в жизни, что мама дорогая. Надо понять, что деньги могут сделать человека очень счастливым. Очень счастливым. Но для этого надо их все всегда отдавать, отдавать и отдавать все лишние. Бескорыстно просто отдавать. И они будут опять потом со страшной силой тебе назад приходить. Через репутацию, через любовь людей, через уважение, через заботу, через признание. Много разных способов, как деньги будут возвращаться к человеку, который правильно их использует. Если человек дальше опять их правильно использует, он становится все могущественнее и могущественнее. Могущественнее и могущественнее. Но проблема есть. Проблема заключается в том, что гордость — это сила, которую нельзя контролировать в своей психике. Это самая тонкая энергия, которую понять практически в себе невозможно. Чем человек больше могущества имеет и богатства, тем тяжелее ему понять, что он такое же беспомощное существо, как и все остальные. Он начинает о себе считать очень большим. И поэтому он считает, что запросы его в жизни тоже очень большие. И так человек становится тем, кто приобретает в себе очень много собственности и начинает ей кичиться. Это результат неправильного отношения к жизни. Причина — неправильное непонимание, что все надо делать для Бога. Если человек все делает для Бога, то он взамен получает своих действий благочестивых, знания о том, как жить правильно. Он всегда смиренен такой человек. Он всегда спокойно относится к деньгам. У него не появляется жадность. Он ответственен по отношению к тому, что к нему приходит, чтобы использовать это для людей. И в этом случае он проживает честную и счастливую жизнь. Ну, понимаете, забидовать нечему. Ну, а если он будет богатым в следующей жизни, что дальше? Может быть, он в прошлой жизни столько благочестивых дел сделал, что ему пять жизней подряд придется быть богатым. Ну, хорошо, согласен с этим полностью. Понимаете, есть люди, разная национальность имеет различные силы внутренние. Допустим, горные люди, в горах, которые рождаются, у них сила отваги очень большая. Вы будете им завидовать за это, нет? Ну, допустим, вот грузин, допустим, дагестанец. У него сила отваги такая, что ни один русский не может с ним сравниться в этом. Отважный народ. Может легко свою жизнь отдать за цель, за идею, которую он в сердце у него живет. Будем завидовать, нет? А почему? Не будем. Вы только деньгам завидуете, что ли? Только деньгам завидуете, только или нет? Вы этом завидуете этому, да? Нет, это называется зависть. Жабу надо душить сразу. Иначе она расквакается, потом вообще не поймешь, что делать. Евреи станут виновятыми, и масоны, и все. Все сразу виноватыми будут в жизни. Механизм жабы заключается в том, что она квакает и квакает. И остановить ее невозможно. Надо просто ее душить. Все. Таков механизм. А все остальное понять невозможно. Как вы хотите евреям родиться, что ли? Понимаете, если человек совершает аскезы в знании, допустим, то ему в следующей жизни дается энергия разума. Каждая национальность, она имеет свою какую-то энергию определенную, понимаете, которая связана с его судьбой. Еврейская национальность, она дается тем людям, которые посвящают себя знанию. То есть энергия разума у них очень сильно присутствует. Когда приезжаешь в Тель-Авив, там написано в аэропорту, не выпендривайся, здесь все евреи. Знаете, я заметил, у меня тоже есть еврейские крови. Я заметил, что хохлы на самом деле это страшно, на многое сильнее, чем евреи. У меня в команде есть несколько украинцев, я только руками развожу. Когда они начинают что-то делать, я только руками развожу. Гораздо круче. Согласна. И знаете, они еще в чем гораздо круче? Евреи всех ругают, а как хохло все хвалят постоянно. Хотя тоже так же очень люди такие знают, как все себе подгрызти, с какой стороны. Они тоже хорошие. Карму красоты. А вы видели хоть раз одну женщину, которая стала красивой после классического хирурга? Нет, ну. А вы видели или нет? Кто видел женщину, которая стала красивой после пластического хирурга? Поднимите руку. Не на фотографии, не на фотографии, а живьем. Кто видел? Вам повезло. Я просто... У меня есть одна женщина, знакомая, пластический хирург. Она говорит, что из 15 женщин только одна становится красивой, остальные становятся уродами. Почему? Потому что Бога не обманешь. Знаете, что такое красота женская? Это проявление любви, энергии любви. Вот чем больше у женщины энергии любви, тем больше она на лице скапливается. Бывает так, что женщина, вот лицо, вот ничего красивого нет вообще. Нос длинный там, губы тонкие там, еще что-нибудь. Ну, то есть вообще, ну, нет как бы внешних призов. Если нарисовать как бы схематично, то просто убежишь и помрешь от страха. А человек сияет красотой, женщина. Почему? Потому что Бог дал. Вот на любое женское лицо можно такую красоту наложить, что все попадают вокруг. Почему? Потому что Бог дает и все. Почему он дает? Потому что женщина может всех любить. И вот эта энергия любви, это и есть красота. Красота это что такое? Это энергия любви. Это самая привлекательная вещь в этом мире. Энергия любви. А? Старость съест красоту только тех женщин, которые не умеют любить. Тех женщин, которые наслаждались красотой, они становятся старыми и злыми. Но те женщины, которые любили всю жизнь, старость не съедает их красоту. Она остается в глазах, в лице. Она остается. Есть женщины в возрасте очень красивые. Но их красота имеет более тонкую и чистую природу. Она трансформируется, становится еще лучше, еще красивее. Потому что такая красота настоящая. Такие люди, они настоящие. В них нет фальши. Видите, как трудно жабу душить. Так трудно ее душить. И она портит жизнь. Потому что жаба потом начинает распространяться и на евреев, и на масонов, и на украинцев. На всех. Страшное дело вообще. И жить становится очень тяжело. Невыносимо. Ведь бывает так, что человек не может заснуть из-за Абрамовича. Не может заснуть даже. Или еще из-за кого-нибудь. Что, только один Абрамович, что ли? Столько богатых людей в этом мире. Столько успешных людей в этом мире. Столько красивых людей в этом мире. Столько талантливых людей в этом мире. Надо их любить, этих людей. Зачем злиться на них? Какой смысл? У нас сегодня будет сюрприз небольшой в конце лекции. Будет небольшая культурная программа. Знаете, я вам одну вещь скажу. Победите жабу в своем сердце. Потому что вот это видение вот этих всех вещей, оно на самом деле очень иллюзорно. Если взять жизнь любого богатого человека, который живет для себя. Вот представьте теперь богатого человека, который очень много делает для других. Все свои деньги отдает на то, чтобы все были счастливы. Скажите честно, вы ему завидовать будете, нет? Кто будет ему завидовать? Он все отдает. Он все отдает. Как вы ему будете завидовать? Вы не знаете, я вам скажу. Как же его звали, этого царя? Веды приводят случай такой. Царь один удивительный. Он прославился в веках. Да, пожалуйста, Соломон. Но я его истории не знаю, но тоже как бы из этой оперы. Я сейчас вам расскажу про этого царя. Вот не к сожалению. В ведах описано, просто индийские имена мне трудно запоминать. Ну, то есть, он в чем заключается, его подвиг? Он постился. Он совершал пост. И во время поста он постился очень долго. По-моему, он постился год. Он постился очень долго. То есть, и во время поста этот царь, как бы, он... Ну, у него было такое, этого царя было такое правило. Он служил своим гражданам настолько сильно, что ему ничего не жалко для них было. Вообще ничего просто. И он постился, и его высшие силы, полубоги, решили проверить. Когда ему надо было выходить из поста, он поставил перед собой воду. Обычно выходит водой из поста. И в его дверь, ну, то есть, в его, как бы, царство, к нему постучались. И как бы... Ну, как-то к нему зашел человек, просто рабочий, и попросил воды. Он ему отдал эту воду. Потом при нему принесли покушать. То есть, он сам себе должен был приготовить. И съесть, сколько приготовил. Он приготовил себе еду, и опять приходили люди, и все, короче, у него съели. Ничего он не съел вообще. То есть, он должен был выйти из поста. Год постился человек. Он не вышел из поста. Ну, ничего, он думал, завтра выйду на следующий день. Как бы время благоприятное выхода из поста кончилось, он будет думать, выходить завтра буду из поста. Но это еще не все. История на этом не заканчивается. Неожиданно в форточку, это все делали высшие силы, неожиданно в форточку его влетел голубь. И прямо на санскрите сказал ему, спаси меня от того орла. Такое бывает иногда. Ну, то есть, этот голубь реально попросил помощи. То есть, он как бы необычная птица, он понял. И он говорит, хорошо, оставься в моей комнате. Залетел орел и говорит, здесь голубь, это моя пища. Я хочу есть. Я тоже в твоем царстве нахожусь. Дай мне поесть. Он говорит, я защищаю, это гражданин моего царства, я не могу отдать его и тебе есть. Иди ищи себе пищу в другом месте. Он попросил у меня защиты. Он говорит, это моя пища. Я должен по судьбе съесть этого голубя. И знаете, что этот царь сделал? Он ему отдал столько мяса из своего тела, сколько весил этот голубь. Это реальный факт. Описано даже время, когда это произошло. Он взял просто, отрубал куски мяса и клал на весы. И потом, когда он это сделал, то полубоги, которые его благословляли, спустились, вернули ему тело, нормально ему восстановили все и дали ему свои благословения. Это описано в истории, что это такие вот люди были удивительные. Ну, то есть, есть такие личности, просто их мало, но они есть. Есть такие люди, которые подвиг совершают своим благочестием. Но вы абсолютно правы. И поэтому нечему завидовать. Поэтому нечему завидовать. Что деньги это такая сила, которая рушит человеческую жизнь. Рушит человеческую жизнь. Понимаете? Она делает человека жадным. И он не может с этой жадностью ничего сделать. Потому что жадность это огромная сила. Чем больше денег, тем больше как бы эта сила жадности в сердце появляется. И человек не может их использовать по назначению. Отдавать их не может. Потому что он получает эту болезнь в своем сердце. Жадность. В прошлой жизни вы были очень богатым человеком. Понимаете? Очень богатым человеком. А в этой жизни вы не использовали так богатство по назначению. Потому что богатство это сила, которая портит характер. А в этой жизни вы не можете быть богатым по судьбе. Но у вас есть желание сильное, потому что оно осталось в прошлой жизни. Но надо победить в себе это. Потому что это болезнь. Она разрушает жизнь. Понимаете? Богатство это страшная, вообще страшная сила. Страшная вещь. Нельзя с ней связаться. Человек не должен желать себе больше средств, чем ему нужно для жизни. Потому что это разрушит его судьбу. Кому завидовать-то? Кому завидовать человек, который деньги, который предназначен ему для того, чтобы здесь сделать счастливыми, покупает на эти деньги яхту и наслаждается этими деньгами. Он роет себе на самом деле яму в следующей жизни. Он разрушает свою судьбу. В чем источник зависти заключается? Что вы хотите того же самого, что ли? Вы хотите, чтобы вам чего-то дали и потом это использовать так, чтобы потом попасть в ад? Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь, госпожа. Вы ошибаетесь, что за деньги можно купить здоровье. Это я им как врач говорю. Когда у человека есть деньги, он идет лечиться не туда, потому что крыша у него едет. Он идет лечиться туда, где круче, дороже, больше гарантии. Это означает обман. Потому что там никакого здоровья нет, к вашему сведению. Там есть только один обман. Бедному сердце подскажет, куда идти лечиться. Если он честный человек, он молится, у него сердце сильное, он найдет себе самого лучшего врача. Потому что настоящий врач всегда делает все сердцем. Понятно вам или нет? Да? Что нет? В Латвии вы не видели? Кто видел в Латвии настоящего врача? Смотрите, вот люди видели. Они сердцем лечат. Вы видели таких людей? Заботится о человеке, помогает. Не важно, сколько ты ему денег дашь, он просто тебя лечит. Поднимите руку, кто видел таких врачей. Вот запишите этих людей, подойдите к ним. А теперь у меня вопрос к вам. Не улыбайтесь теперь. Вы со мной спорить начали. Будем сражаться дальше. А теперь вы ответьте на мой вопрос. А почему вы-то такого человека не увидели? Вот в чем проблема. Подумайте об этом. Хорошо? Хорошо, если у вас плохая карма, слушайте лекцию дальше, значит. Что у меня хорошая карма. Буду рассказывать. Хорошо? Не спорьте. Давайте будем слушать. Потому что это важно. Важно понять, как есть на самом деле. Я могу, в принципе, и поспорить с вами, но в этом нет смысла. Это не помогает лекцию читать. Давайте лучше будем слушать, изучать, как есть на самом деле. Деньги дают свободу. Это факт. И рабство. Они дают свободу сильным людям и рабство слабым. Моего духовного учителя много денег. Он святой человек. Он отреченный личный, совершенно отреченный. Я это проверял. У меня, знаете, психика так работает. Я все проверяю. У нас был духовный фестиваль. Я собирал пожертвования своему духовному учителю. Собирал, собирал, собирал пожертвования. Он не спросил ни разу у меня, сколько я собрал. Я думаю, ну, наверное, напоследок-то все-таки посчитает. Я ему деньги отдал. Он мне сказал, положи туда. Отдай моему слуге, которым он ехал. Все. Не считал, не смотрел. Ему глубоко плевать, сколько там денег. Бог дал, сколько, столько и будет. Этот человек не использует для себя ничего. Вот что Бог дает, то он и живет на этом. У него столько денег. Он построил на эти деньги огромный храм. На том месте, где он родился. В деревне в простой. И дал сельским жителям огромные возможности поклоняться Богу. Порядка двухсот соседних деревень люди приезжают в это место, чтобы служить Богу. Там просто такая местность, что нет рядом больших городов. И люди не знают, куда поедут. Вот он построил для них храм. И там сейчас поклоняется, там городок целый духовный возник от этого. Деньги ему жертвуют. Он не зарабатывает их. Я вам сейчас одну историю расскажу. Смешную. Я как-то ехал в Екатеринбург лекции читать. И в Перми, когда я остановился на поезде, неожиданно в вагон зашел один человек. Вернее, мы встретились с ним на подножке. Он специально пришел к вагону для того, чтобы дать мне большую сумму денег. Он подошел ко мне и начал мне давать эти деньги. А я отказывался. Говорит, нет, я не возьму. Ты сам лучше испоришься. Зачем я буду брать эти деньги у тебя? И так мы стояли с ним, спорили. И вагоновожатая, она смотрела и говорит, слушай, дай деньги мне! Я не откажусь! Она очень искренне сказала. Это было последним аргументом. Он положил деньги в карман. Пошел. Он расстроился, что она ему помешала. Очень хороший человек. Я уверен, что он найдет, куда эти деньги использовать. Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Почему? Потому что есть разные ситуации в жизни. Вот веды объясняют, что если человек отреченный, он должен принимать. А если человек семейный, он сам определяет для себя, когда он принимает для себя деньги. Например, я для себя определил, что в таких-то ситуациях жизни я могу принять деньги для себя. В остальных всех ситуациях я их отдаю. Поэтому все пожертвования, которые каким-то образом до меня доходят, я использую на духовные программы, на все, которые у меня там происходят. Вот допустим, допустим, когда я уезжал из вашего города в прошлый раз. Сейчас несколько человек из вас должны будут придушить жабу. Когда я уезжал из вашего города в прошлый раз, один очень хороший человек, которого я очень люблю, дал мне тысячу долларов пожертвований и сказал, использую, как считаешь нужным. Я знал точно, что я эти деньги отдам на духовные программы. Я отдал на Ирведа радио. У нас есть программа такая, которая на пожертвованиях живет. Мы ни рекламу там не делаем. Я на эту программу отдал деньги. Теперь душите жабу. Те, кто подумал о том, почему мне не дали. Зависть всегда может возникнуть в любой момент. Ее надо уничтожать. Это сила, разрушающая жизнь. Понимаете или нет? Поймите это, пожалуйста. И не думайте, что когда человек отдает деньги, это значит, что у него есть слишком много. Не всегда. Бывает по-разному. Я не думаю, что я живу с точки зрения личной жизни богаче, чем многие из вас. Я думаю, что я живу скромнее, чем многие из вас. Например, иногда сотрудники заставляют меня покупать ботинки, чтобы на лекциях нормально выглядеть. Или пытаются сами мне купить. Но мне такая жизнь больше не нравится, чем ходить по магазинам и лупить глаза на всю мебель, обувь, которая там в магазинах есть. Мне лучше нравится, чтобы мне с любовью кто-то даст. Пускай я буду ходить в рваном. Понимаете? Лучше такая жизнь, чем постоянно слюни будут течь на то, что у тебя не хватает денег. Чем больше ты будешь ныть об этом, тем меньше тебе бог их даст. Потому что в этой жизни все зависит только от той личности, которая дает. А эта личность знает, кому давать, а кому нет. Станьте таким человеком, который достоин того, чтобы ему давали. И тогда, когда вам Господь будет давать деньги, вы увидите, что это такая ерунда. Не стоит ради нее вообще жить. Не стоит. Не стоит, господа. Не мучайтесь, я вам правду говорю. Потому что они разрушают жизнь человека. Любовь дороже стоит, чем деньги. А деньги разрушают любовь. Поэтому лучше жить для любви. И тогда Господь будет обеспечивать всем необходимое. Это описывается в священных писаниях. В Бхагавадгите говорится, что если человек посвящает свою жизнь служению высшей истине, то эта высшая истина будет гарантировать ему полную заботу. Полную заботу. Никаких вариантов не будет, чтобы не было забот. Я это проверил на своей жизни. Когда я был в Индии, я приехал туда, чтобы лечить паломников, которые туда приезжали в святом месте. Ну, людей, которые посвятили себя духовной жизни. Я их лечил бесплатно всех. И они жертвовали сколько могли. Я потратил, помню, как сейчас помню, 15 тысяч долларов на то, чтобы их лечить. Я пролечил где-то 800 человек за 8-9 месяцев. Мне пожертвовали где-то 500 долларов или 600. Ну, так вот. Потому что не было у людей денег особо. Они сколько жертвовали, столько могли. А лечение по-разному надо было проводить. Но я хотел, вот у меня было такое служение Богу. Я хотел так жить. И у меня была группа людей, примерно, у нас было сколько там, 5 или 6 человек. То есть, которые мне помогали. Учились у меня, помогали мне. И наступил такой момент, что у нас вот на завтрашний день не остается денег, чтобы вообще что-то приготовить, какую-то пищу. Ноль. Просто ноль. Мы покупаем на последние деньги пищу, и ничего не остается. Я вам говорю правду сейчас. Они все такие, раз, они в шоке. То есть, они смотрят на меня, а как дальше жить? У нас нет денег. Я посмотрел на них и говорю, вы что думаете, Бога нет? Вы ошибаетесь. Они не поняли мой ответ, как бы. И просто в шоке все. Попали в шок. В состоянии шока все. Ну, уж нет денег завтра в чужой стране. Нечего есть. Как поедем домой? Просто в шоке все. Что было дальше, я вам сейчас расскажу. В этот день долго ждать не пришлось. Приходит человек, говорит, вам письмо. Я открываю конверт. Там лежит 80 долларов. И письмо. Пожалуйста, поставьте мне диагноз по интернету и дайте мне возможность, советы, как мне вылечиться. У меня такая-то болезнь. Человек пишет, и с другой стороны, как он обо мне узнал, я вообще не знаю. На английском языке. Я просто лечил людей. Кто-то там кому-то сказал. Ну, что так Бог как-то организовал. 80 долларов в конверт положил. Ну, нам какое-то время хватило. Опять та же самая ситуация повторяется. Последний день. Деньги кончаются. Опять ко мне подходят ребята и говорят, денег-то нет, что будем делать. Я говорю, не волнуйтесь, все будет как было. По старой схеме. Они говорят, что опять в конверте принесут. Я говорю, я не знаю. Я был твердо убежден тогда, верил в Бога. Ждать долго не пришлось. В этот же день приходит человек с конвертом. Из другой страны. Конверт пришел из другой страны, из другого места совершенно. И там было 60 долларов. И точно такое же письмо. Помогите там, туда-сюда сделали. Мы сделали, помогли. Потом прожили мы на эти 60 долларов. Ко мне мои помощники подходят и говорят, ну хорошо, мы тебе везде помогали, ездили, служили, заботились. У нас сомнения. Что теперь? Всегда будем на конвертах жить, что ли? А вдруг они не придут? Я подошел к алтарю, смотрю, говорю, что будем на конвертах жить или как? Что делать-то будем? Мне вопрос вполне конкретный задали. Теперь я вам рассказываю, что было дальше. Нам надо было скоро уже ехать, лекции дальше читать. Ко мне заходит один человек. Очень богатый человек. Ну то есть у нас один духовный учитель с ним. И он заходит, сел, покушал с нами вместе. Все вышли, ребята, когда он говорит мне. Я слышал, что у тебя какие-то проблемы финансовые. Я говорю, да никаких проблем. Бог помогает, вот денег не отдает. Рассказал ему вот так, говорю, вот так. Ну честно сказал, как есть. Он вытаскивает вот такую пачку долларовых. Сто долларовых купюр. Вот такую пачку. И кладет, и смотрит мне прямо в глаза. И говорит мне. Не отказывайся. Это не для тебя, а для твоего служения Богу. Мне этих денег хватило и на то, чтобы билеты всем купить, и на то, чтобы дожить до этого времени, и на то, чтобы организовать следующие лекции. На все хватило. Ну так вот, притык. Вот такая ситуация. Вот говорю вам честно, как было. Просто поймите, что Бог контролирует все в этой жизни у тех, кто хочет Ему служить. А кто думает только о своей жабе, которая квакает и квакает внутри, квакает и квакает. Он всегда будет страдать. Потому что это и есть то испытание, которое Бог послал. Есть настоящие врачи. Есть настоящие святые. Есть настоящие мудрецы в этом мире. Просто не все их видят, потому что не всех Бог их показывает. Вот в этом заключается проблема нашей судьбы. Есть настоящие мужья, настоящие жены, и настоящие дети. И даже в Латвии есть нормальная работа. Не для всех, правда. Что? Наш время закончилось здесь, к сожалению. Пожалуйста, поймите мои лекции правильно. Я никого не хотел ругать здесь. Я просто хочу вам помочь. Ну, тем, кто вот, допустим, чувствует, что это есть у него в жизни. Надо, есть смысл бороться с этим совсем. Надо побеждать эти силы в себе. Потому что я точно так же, как вы, нуждаюсь. Точно так же, как вы, нуждаюсь. В том, что жаба есть в моем сердце. Я могу доказать, если бы меня не было, я вот ту женщину бы не ругал. Нет, надо бороться с жабой. Душить ее надо. А? Да, иногда человек должен сражаться и снаружи выполнять свой долг. Но речь не об этом. Речь о том, что когда человек уничтожает жабу в своем сердце, он становится счастливым сам и делает счастливым других. Это так просто. Взять ее, придушить. Потому что она на самом деле не поможет. Вот в чем дело. Не поможет. И она является проявлением иллюзии, но потому что несчастлив он, этот человек. Несчастлив. Завидовать нечему. Это просто внешнее проявление. Настоящая красота, настоящая чистота, настоящая любовь, настоящее богатство человека. Они все имеют тонкую, чистую, незаметную природу. Когда человек по-настоящему любит, это не видно никому. Только близким людям видно. Когда человек по-настоящему богат, он не показывает свое богатство никому. Но понимаете, когда человек чем-то выпендриваться, и на самом деле, чем выпендриваться-то, чем? Все это пройдет через несколько лет. Все заканчивается, понимаете? Все заканчивается. Жизнь очень коротка. Куда ты потом? Он куда эту яхту? С собой возьмет? С собой возьмет яхту? Нет? Вряд ли. Че, у вас есть сомнения какие-то? Яхта останется здесь, а он в тонком теле пойдет в следующую жизнь. И все долги, которые он не сделал, те деньги, которые ему были даны, они были даны не просто так. Они были даны для того, чтобы он что-то с ними делал, для людей. Потому что для него, для его жизни, уже было достаточно с самого начала. У него хватало на жизнь. Но Бог дал больше зачем? Чтобы делать что-то для людей. А дальше что? А дальше следующая жизнь какая? Которая будет являться наказанием. И не надо радоваться. Те, кто завидовали, сейчас возрадовались. Не надо радоваться, ведь человек страдает. Человек будет страдать за то, что происходит с ним. Сергий Радонежскому пришел царь и сказал, пожалуйста, ты наш учитель всей Руси, живи при дворце. И Сергий Радонежский сказал, я этого не унесу. Ну зачем мне такая жизнь? Зачем ты меня проклинаешь? Зачем мне такая ужасная жизнь в этом дворце? Я здесь так хорошо живу, в лесу, с любыми людьми. У меня такая хорошая жизнь. Зачем ты меня проклинаешь? Если ты хочешь советы получать, я тебе и отсюда могу их давать. Если ты хочешь, чтобы я за тебя помолился, я за тебя и здесь помолюсь. И так и было. Ведь всю битву выиграли только из-за молитвы Сергея Радонежского. Он и день, и ночь молился. И когда победа произошла, он заснул в этот момент. Понимаете, он просто победил своей духовной силой и все. Но этот человек был очень счастливым. Он сколько там, 10 или 12 раз увидел Богородицу в своей жизни. Это огромное счастье. Он увидел энергию счастья, воплощенную энергию любви. Ну и что? Чего вы не завидуете Сергею Радонежскому? Пожалуйста, начните завидовать Сергею Радонежскому. Я вас прошу. Очень хорошо. Я так счастлив. Завидуйте, пожалуйста, Сергею Радонежскому. Поставьте изображение его в своем доме. И завидуйте ему сколько хотите. И эта зависть очистит всю вашу жизнь. Потому что зависть означает, что вы хотите быть таким же. Все, этого достаточно. Больше ничего для жизни не следует. И надо поклоняться его стопам, чтобы быть таким же, как он. Поклоняться. И энергия его будет переходить к вам. С каждым поклоном вы будете получать порцию Сергея Радонежского. И в следующей жизни вы станете Сергея Радонежская. Я так буду счастлив. Я серьезно вам говорю, абсолютно. Я не вообще... Это не шутка, это правда. Кумир. Кто такой кумир? Идол? Сергий Радонежский идол? А? Да, да, какая разница? Вы невежественный человек. Идол это тот, кто себя считает Богом. А Сергий Радонежский себя считает слугой Бога. Это большая разница, понимаете? Между одним и другим. Когда человек сам себя считает слугой, когда ты ему поклоняешься, в это время энергия твоя поклонения через него, как через проводник, идет к Богу дальше. Она на нем ни в секунду не задерживается. Понимаете разницу или нет? А человек, который сам себя Богом считает, ты ему поклоняешься, это все застревает в нем. Вот к чему это пословица, не создая себе кумира. Потому что есть люди, которые хотят наслаждаться славой. Вот этим людям не надо поклоняться. А если ты поклоняешься смиреннейшему человеку, который всю свою жизнь только Богу отдает, ты такое счастье от этого поклонения будешь получать. Нет другого пути, веды говорят, к Богу, как через его слугу. Бог напрямую тебя к нему не подпустит. Только через слугу человек может прийти к Богу. Потому что, чтобы прийти к Богу, надо им научиться строить правильное отношение. А через этого слугу ты поймешь, как это делать. Потому что Бог живет рядом с нами всегда. Почему Он нам себя не показывает? Потому что мы недостойны этого. Вот в чем причина. Недостойны. Он только чистые отношения может строить. Он дешевых отношений не будет с нами создавать. Он наш вечный друг. Но так как мы отвернулись от Него, поэтому мы так живем. Нам надо учиться чистые отношения строить. Как их понять? Мы не знаем. Мы должны научиться этому того, кто уже это делает. И Сергий Радонежский это уже делает. И он является воротами, дорогой к Богу. Он не идолом, как вы его оскорбили, является, а дорогой к Богу. Вы его оскорбляли. Да? вопрос можно по-разному задать. Это вы его неправильно задали, а не я его неправильно понял. но судя по вашим вопросам, наверное, мужчина. Хотя на самом деле женщина и мужчина одинаково умны. Я вам сейчас расскажу, как, в чем разница. Это будет последний, потому что уже пора заканчивать. Итак, смотрите, женщина имеет вот здесь вот, вот здесь в сердце, очень большую чистоту. И поэтому сердце женщины, оно знает, где правда. Но не всегда правда, женщина сама может обернуться к этой правде, но женщина быстрее поворачивается к правде, потому что она быстрее ее чувствует. ее сердце очень глубоко чувствует истину у женщины. Мужчины очень сильно выражена решимость. Она находится в голове. Но это тоже проявление разума. Поэтому с точки зрения разумности и женщина разумная, и мужчина разумная. Но они разумны по-разному. Поэтому они нуждаются в друг в друге. и женщины нуждаются в мужчинах. Мужчины в женщинах. Ну, такие вы классные собрались здесь вообще. Давайте счастья всем желать. А? На завтра будет. Я извиняюсь, я не успел просто на все. Вот видите, у нас в зале активные дамы появились, я не успеваю на все вопросы отвечать. Мне столько вопросов интересных наверное за 10 лет не задали. Выградит и все. У меня одна лекция была связь болезни с характером в Екатеринбурге, я помню. И там вообще они отличились. И один человек сказал мне, а когда пятки потеют, с какой чертой характер это связано? Я думал, думал, что-то попытался ответить. Он мне спросил, а когда только левая пятка потеет. Я все уже не так хорошо. Ладно. Я отвечу завтра. Знаете, как мы сделаем? Вот у меня записки, я завтра отвечу, лекцию запишут и поставят вам. Можете прийти ее переписать. Мы на сайт поставим на бесплатное скачивание. То есть вы можете послушать, даже если вы не сможете завтра на лекцию прийти. Я вам одну вещь хочу сказать. Вы меня извините, пожалуйста, если я кого-то обидел сейчас. Просто острые такие темы, и мне тяжело как бы вот прямо нежненько, не хватило у меня сил на все ответить, потому что не могу я некоторые вещи слышать. Режет у меня сознание, больно становится. Поэтому вы уж меня извините, если что-то не так ответил, но я старался изо всех сил. давайте будем желать всем счастья. Все ли прямо? Жизнь человека предоставляет из себя очень большую ценность. И надо очень четко и глубоко понимать, где счастье находится и для чего мы живем. Потому что есть определенные законы, которых мы не знаем. наша психика, она работает по стереотипу определенному. Понимаете? Вот все так вот считают, что счастье здесь. И мы искренне в это верим. Но веды описывают, что эти стереотипы все возникают в результате влияния кармы. Люди в разные эпохи по-разному воспринимают счастье и разные идеи и стремления в своем сердце имеют. Все это является просто бредом, человеческим бредом и все. потому что на самом деле природа счастья она часто очень далеко стоит от наших желаний. Мы часто не понимаем, что такое счастье. И для того, чтобы это понять, нужно учиться очистить себя. Нужно заниматься деятельностью, которая даст возможность понять. И в этом заключает смысл человеческой жизни. Мы сейчас определенный элемент такой деятельности с вами попрактикуем. Так как мы разной верой все, мы будем повторять сейчас «Я желаю всем счастья». И это повторение надо делать следующим образом. Надо кланяться в стопы всех людей, которые сидят здесь, для того, чтобы учиться людские отношения очищать. Потому что если человек очистит отношения с людьми, он немедленно станет счастлив. Надо кланяться всем людям, повторять «Я желаю всем счастья». Надо желать счастья всем людям, которые сидят здесь в этом зале. А если у вас есть силы, желайте также всем остальным, всем вокруг. Если вы почувствуете счастье от этой деятельности, подарите его святому человеку. Пускай это будет Сергий Радонежский или еще кто-то, кто для вас святой. Каждый человек своя традиция духовная. Подарите святому человеку счастье, которое вы почувствуете от того, что вы повторяете «Я желаю всем счастья». И когда вы это счастье подарите, отдадите, скажите «Я отдаю тебе это счастье, мне не надо, я отдаю тебе». Когда вы это сделаете, будьте уверены, что дальше ваша жизнь пойдет в правильном русле. отдаю тебе вернусь. Редактор субтитров